Приняли участие. Итак, уважаемые друзья, наша команда активистов программы «Перспективы» готовится к 17 ноября к круглому столу, который пройдет в общественной палате города Москвы. Тема данного круглого стола – это реализация инициатив молодежи с инвалидностью. Наши активисты проекта «Расширение прав и возможностей молодежи с инвалидностью посредством искусства и культуры» подготовили 7 докладов на 7 тем, которые их волнуют. И сегодня мы хотели бы с вами поделиться теми мыслями, теми идеями, теми переживаниями, которые волнуют наших всех участников. Я постепенно буду представлять в порядке очередности всех наших спикеров, спикеров, которые сегодня выступят с докладами. Я призываю всех уважаемых наших слушателей подключиться и задавать вопросы. Мне сегодня будет помогать фиксировать ваши предложения к нашей итоговой резолюции, который мы будем, проект резолюции, который мы готовим к 17 ноября, моя коллега Екатерина Выговская. Также в сегодняшнем вебинаре примет участие еще наш сотрудник «Перспективы» – это Виктория, которая будет готовить статью по нашему сегодняшнему пленарному заседанию, и где мы потом обязательно на сайте разместим все ваши предложения, пожелания по круглому столу, все ваши идеи, которые мы потом обязательно включим в резолюцию круглого стола, которая, напоминаю, пройдет 17 ноября в общественной палате города Москвы. Но это не одно мероприятие. Еще в начале декабря пойдет московский форум, на который будут приглашены, я так понимаю, уже и представители со многих городов нашей необъятной страны. И эти же вопросы и эти же предложения мы хотели бы уже на федеральном уровне предложить. И, конечно же, чтобы вот та ситуация, которая сегодня присутствует в Российской Федерации по реализации инициатив «Молодежь с инвалидностью», она немножко изменилась в лучшую сторону. Итак, уважаемые друзья, ну что ж, вот такая маленькая у меня вступительная речь. Надеюсь, наши спикеры все готовы. И давайте уже приступим, если вы готовы, давайте приступим уже к выступлениям. Итак, первая тема под названием «Реализация возможностей, которые предоставляются для московской молодежи с инвалидностью». Об этом нам расскажут Наталья Мазунина и Анна Тукбаева. Итак, начнет в первую очередь Наталья Мазунина. Мы ее уже видим, она уже в эфире. Здравствуй, Наталья. Здравствуйте. Наталья, здравствуй. Здравствуйте, меня не слышно? Итак, Наталью, мы слышим. Конечно. Мы тебя слышим. Да. Итак, уважаемые друзья, мы Наталью слышим. Если вы слышите Наталью, тоже скажите. А звук немножко задерживается. Итак, ну что ж, я предоставляю слово Наталье Мазуниной, соискателю степени кандидата философских наук Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Наталья, тебе слово. Итак, первая тема. Итак, добрый день. Меня зовут Наталья Мазунина. Моя тема – реализация возможностей московской молодежи с инвалидностью. Я интересуюсь данной темой, поскольку она связана с моим личным опытом. С самых ранних лет, при попытке реализоваться и раскрыться как личности, я сталкиваюсь с непониманием. Люди постоянно удивленно вопрошали. Она хотя бы может разговаривать или зачем ей так много учиться, все равно работать не сможет. Поначалу у меня были непонятные подобные вопросы, я сильно обижалась. Всегда считала себя совершенно нормальным человеком, пусть с физическими особенностями. В кризисном подростковом возрасте никаким насуждения людей не в лучшую сторону изменили мою самооценку. Я стала сомневаться в своих возможностях. Тогда помогло мудрое решение родителей. Дмитрий Шмам, мой мать, прообличную неделю в Германию, понаблюдая за отношением людей к людям с ограниченными возможностями здоровья, в Европе я поняла, что проблема реализации возможностей заключается не столько во мне, сколько в самом обществе, которое пока не готово с инвалидностью, а переним в предрассудки. С тех пор я начала искать причину решения проблем социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Этому посвящена и моя научная деятельность. Наташа, ты можешь сама перещелкивать презентацию. Что? Простите, у меня зависть. Сама можешь перещелкивать презентацию. Вот там стрелочка есть. А, есть. В правую сторону, видишь? Да, просто я, наверное, не смогу одновременно перещелкивать и читать текст. Вот. Он у меня из компьютера. Ты тогда мне говори, а я буду перещелкивать. Лучше так, наверное. Итак, первый слайд, который с темой, пока встаем все на нем. Молодежь – наше будущее, и именно от них зависит, каким будет общество уже завтра. Молодые люди с инвалидностью здесь не исключение. Они также являются необъемлемой частью современного социума. Проекты, способствующие интеграции или сохранительными возможностями здоровья, реализуются уже достаточно много лет. В Москве ведется активное действие для ускорения эффективного интеграционного процесса. Тем не менее, реальная политика демонстрирует постоянную или спорадическую изоляцию и даже эксклюзию молодых людей с инвалидностью, причем не только в детских ограниченных возможностях, при выполнении тех или иных задач, но и по ряду других, часто субъективных причин. Второй слайд, пожалуйста. К числу деструктивных элементов социальной среды, ограничивающих интеграционный потенциал и препятствующих реализации своих возможностей, относятся так называемые барьеры. Пространственно-средовой барьер, образовательный и трудовая сегрегация, информационный и, как следствие, эмоциональный и коммуникативный барьеры. Третий слайд. Основными из них, на мой взгляд, выступают пространственно-средовой и информационные барьеры, остальные – вытекающие. Четвертый слайд. Теперь подробнее. Пространственно-средовой барьер является самым труднопреодолимым и, пожалуй, наиболее острым в нашей стране. Однако в столице эта проблема давно достаточно успешно решается. В настоящее время все строительные работы в Москве проводятся с учетом принципов универсального дизайна и комплексного приспособления объектов для всех категорий грабин. При этом проведено исследование всех общественных городских зданий. Сегодня в ОСАКе доступности городской инфраструктуры задействована общественная инспекция по делам инвалидов, созданная при Департаменте социальной защиты. Помимо работы инспекции реализуется проект «Открытые данные». Кроме того, по оценкам отечественных экспертов, Москва сейчас значительно более открыта для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Понемногу решаются в столице проблемы с транспортом. Все городские автобусы и троллейбусы закупаются только с низкими полами и оснащенными подъемниками. Хотя, безусловно, предстоит решить еще много проблем, но, тем не менее, доступность любви растет, и это не может не радовать. Пятый слайд. Образовательный барьер тоже постепенно преодолевается. По официальным данным, в образовательных организациях подведомственных департаменту образования города Москвы обучаются более 25 тысяч детей с инвалидностью. Инклюзивные практики реализуются в 316 образовательных организациях. Инклюзивное образование сегодня получает более 8,5 тысяч детей. Что касается трудовой сегрегации молодежи с инвалидностью, то данная проблема связана не столько с ограниченностью физических и интеллектуальных ресурсов лиц с инвалидностью, сколько с неразвитой инфраструктурой рынка труда. В условиях экономии адаптации медли работников с инвалидностью рассматриваются работодателями как нерезабельные и нежелательные. Эта проблема также постепенно решается. Информационный барьер и, как следствие, эмоциональный и коммуникативный, изолирующий общество от человека с инвалидностью, людям с ограниченными возможностями, намного труднее принятовать свои вгляды и позиции, доносить до социума свои интересы и потребности. Поэтому часто происходят искажения представлений о потребностях инвалидов и их личных особенностях. В отличие от всех предыдущих барьеров, этот на данный момент является самым труднопреодолимым. Шестой слайд. Судите сами. В целях выявления отношения населения к инвалидам в социальной сети Майл.ру, но и был проведен интернет-опрос. Единственный вопрос звучал следующим образом. Какие чувства вы испытываете, когда видите человека с инвалидностью, физические недостатки которого заметны в той или иной степени. При этом в комментариях к опросу указывалось необходимость отсутствия у потенциальных респондентов в инвалидности. В результате был опрос на 460 человек. Оказалось, что самое большое число респондентов, 28,7% испытывает эмпатию в отношении лично с инвалидностью. На втором месте, немного уступая, было чувство жалости, 27,4%, дальнейшем ненавидность, 11,1%, любопытство, 9,8%, и безразличие, 9,3%. На последних позициях оказалось желание пообщаться, узнать человека поближе, позитивное любопытство, либо симпатия, 9,1%, и страх, 3,7%. В опросе респондентов также была предложена возможность выражать свое мнение в комментариях. В результате было получено 128 различных комментариев. Таким образом, несмотря на растущий уровень толерантности нашего общества к людям с инвалидностью, часть сочинения, исходя из проведенных опросов, все же выражает отрицательное отношение к интеграционному процессу. Анализ в комментариях вопроса показал, что ненависть и страх, и как следствие желание избавиться от таких людей в своем окружении, обычно обусловлены недвежеством респондентов. Люди, имевшие ранее контакт с инвалидами и работавшие в социальном среде, значительно более толерантны по отношению к ним, и чаще отмечают наличие у данной категории лиц негурлядных способностей, компенсирующих недостатки, вызванные недолгом. Именно поэтому преодоление информационного барьера остается одной из самых приоритетных задач в процессе осуществления социальной интеграции лиц с инвалидностью. Что непосредственно здесь можно предпринять? Во-первых, здесь предложение повысить заинтересованность и информированность. Это у нас идет седьмой слайд. Седьмой слайд, пожалуйста. При этом общество должно быть заинтересовано в обладании информации, формирующей адекватное представление об инвалидности и связанных с ней проблемах. Здесь, как показал опрос, часто облицкие взгляды основаны на предрассудках и связаны с недостаточной информированностью. Второе. Привлечение сны для создания позитивного образа человека с инвалидностью. Главная задача при этом заключается в том, чтобы показать, что при равных возможностях получения образования, профессиональной подготовки и при наличии технических средств и специальных услуг, люди с инвалидностью могут многое дать своим семьям и обществу. Третье. Взаимный контакт. В различных сферах деятельности необходимо показывать людям с инвалидностью их семьям и обществу, что можно не только наблюдать за происходящим, но и многого добиться своими усилиями. Молодые люди с инвалидностью должны быть активными членами общества, а не пассивными наблюдателями. Данные предложения, безусловно, не способны в полной мере решить проблему интеграции. Негативные социальные стереотипы, связанные с представлениями и о людях с инвалидностью, достаточно глубоко укоренились в массовом сознании. Но именно это делает необходимым распространение определенного информационного пошила, основанного на объективном знании, препятствующей конструированию стигмы и корректировке стереотипа инвалидности так, чтобы он позволял аудитории дисфицировать инвалидов в качестве полноправного гражданина в своей стране, отличие от которого от других граждан заключается лишь в наличии некой физической особенности. Причем данный процесс должен иметь двунаправленный характер, действие должно происходить как со стороны социума, так и со стороны самих людей с инвалидностью и их сообществ. Только проведив активность и инициативу с обоих направлений, можно дать ищущимого результата, когда реализация возможностей молодежи с инвалидностью будет еще более эффективной. Восьмой слайд. Спасибо за внимание. У меня все. Итак, это у нас была Наталья Мазунина. Большое спасибо, Наташ. Продолжить тему выступления, уважаемые коллеги, Анна Тукбаева. Наташ, большое спасибо тебе за проделанную работу. Мы еще вернемся к этой теме. Уважаемые коллеги, задавайте свои вопросы. Пожалуйста, готовьте вопросы и предложения по первой теме. Первая тема, я напоминаю, реализация возможностей, которые предоставляются для московской молодежи с инвалидностью. Сейчас мы подключим второго спикера, Анну Тукбаеву. Анну Тукбаеву, пожалуйста, выходите в эфир. Аня, ждем тебя. Вот Наталья пишет, Галина, большое спасибо за выступление. А пока что Аня будет выступать тоже по этой теме, но без презентации. Пока сегодня без презентации. У нас два спикера. Второй спикер по первой теме, Сереж, у нас без презентации. Аня, пожалуйста, принимаем Аню. Вот мрагает у нас уже, я вижу. А, нет, 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 это Катя еще. Катя еще, подожди, пока. Аня Тукбаева, пожалуйста, выходи в эфир. У Ани, кстати, сегодня день рождения. В день рождения она принимает участие в нашем вебинаре. Так. Ну что ж. Ну вот, все, Аня у нас добавила. Вот. Появилась. Анечка, привет. Да, слышно? Здравствуйте. Мы тебя слышим. Я тебе сейчас представлю. А, все. Я начну говорить. Итак, уважаемые друзья, мы продолжаем разговор на первую тему реализации возможностей, которая предоставляется для московской молодежи с инвалидностью. Своё видение этой темы и дополнение к первой теме сейчас нам расскажет именинница сегодняшняя. Анна Тукбаева, секретарь молодежной палаты района Южного Путова, города Москвы, член контактной группы 18+, ЮЗАУ, города Москвы, студентка 5-го курса факультета психологии, Академия международной независимой экологополитического университета, волонтер РДКБ. Всё правильно? РДКБ. Всё правильно? Да, всё так. Тебе слово. Тебе слово. Спасибо большое. Я рада всех приветствовать в первую очередь. Что я могу сказать? Я могу лишь только дополнить докладчика, да, Наталью, поскольку она так обширно всё, в принципе, уже представила. И что хотелось бы лично от себя, скажем так, добавить в дополнение. То, что я полностью, конечно же, с ней согласна, да, в том, что молодые люди с инвалидностью должны быть активными членами нашего общества, а не просто пассивными наблюдателями. Можно человеку, ведь, да, создать все условия, создать безбарьерную вот эту среду, о которой мы так много и активно говорим, но пользоваться он ей всё равно не будет, поскольку у него нет этой вот активной позиции в жизни и нет какого-то стремления, если его нет. Вот. Поэтому, да, всё упирается в самого человека, всё упирается в нас, в его, в активную позицию жизненную, конкретного человека. Важно не сидеть сложа руки просто в жизни, а делать что-то, стараться для себя, стараться для окружающих, стараться для... В целом, просто стараться для общества, да, и тем самым чувствовать себя полезным. Люди будут чувствовать то, что ты полезен для них. И в этом, я считаю, что заключается безбарьерная среда, которая должна быть, как я говорю, вот она должна быть внутри нас, в первую очередь. То, что, как бы, ну, важно сделать, да, может быть, какие-то внешние моменты, но без внутреннего нашего стержня не будет ничего. Вот. Что хочется сказать далее, это то, что город действительно предоставляет большие возможности для самореализации молодых людей с инвалидностью. Ну, вот, презентации представлены, да, небольшая часть проводимых в Москве мероприятий для данной категории граждан, но поскольку не успели её просто загрузить, я могла бы как-то либо переслать, либо, как вы там, посчитаете нужным делать. Среди проводимых мероприятий... Да, 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 хорошо. Я тогда продолжу. Вот среди проводимых мероприятий, да, которых бы хотелось сегодня остановиться, конечно же, их много, и осветить всё то, что делается для... Вообще в Москве для людей с инвалидностью невозможно, в принципе, потому что у нас всё идёт вперёд и всё развивается. Но среди тех, которые я хотела бы сегодня выделить, это конкурс «Мисс Независимость» для девушек, пользующихся только инвалидными колясками. Далее, это школа лидеров молодых инвалидов, которая организовывается от департамента труда и субзащиты. Это российско-германские встречи, которые называются «Вместе к инклюзивному образованию», то есть это цикл встреч, обмен опытом, как бы, заграничный и наш. Далее, это курсы также молодого предпринимателя, то есть и в этой сфере может человек с инвалидностью себя реализовать при желании. Ну, это избитое уже, наверное, в наше время такое направление, как тренинги личностного роста. Я также считаю, что люди с инвалидностью в первую очередь должны иметь перед собой такое желание, чтобы личностно развиваться и развиваться действительно во многих направлениях, в первую очередь, которые нравятся им самим, то есть дело должно быть не просто, да, как я говорю, должны, к сожалению, но это должно быть от души, и тогда все получится. Дальше это такой фотоконкурс, например, который проводился несколько лет назад, «Свобода – это сознание». Также я знаю, что здесь Татьяна Бобровская, она тоже в нем участвовала, принимала участие. Это кинофестиваль «Кино без барьеров». Также есть у нас интегрированная театральная студия «Круг». Ну и дополнительно можно сказать, что это фестивали, различные выставки, в которых люди с инвалидностью могут себя приложить и развиваться в этом, в общем. Также это театр простодушных, например, различные секции и соревнования по спорту, но на этом я, как бы, не буду, да, много останавливаться в целях экономии времени. Вот, что еще хотелось бы сказать по поводу молодежных палат, когда я говорила об этом в самом начале, то, что, да, действительно, сейчас созданы молодежные палаты в районах. И люди, которые вступают туда, они могут также стать, да, молодыми активистами в нашем городе, это люди с инвалидностью, и, собственно, развиваться для города в том числе, чтобы быть полезным, чтобы быть важным, нужным, интересным. Ну, много каких-либо тут можно подобрать, но, в общем, есть такое тоже направление, в котором можно себя реализовать. Вот. На этом основная часть моя закончена, и в качестве предложений я выделила шесть пунктов, и хочу сейчас о них рассказать. Что касается предложений, я считаю, что было бы важным создание информационного портала, на котором, да, можно будет получить консультацию по интересующим молодежь вопросам. Дальше это создать базы данных образовательных учреждений и трудовых вакансий для людей с инвалидностью. Также выявлять лидеров, которые могут быть примером для других молодых людей с инвалидностью, и показывать свою активную позицию, действительно, как важно идти вперед и никогда не опускать руки. Дальше это шире использовать возможности СМИ, интернет-ресурсы общественных организаций по освещению достижений молодых людей с инвалидностью, о их ярких судьбах, рассказывать о их жизни, о их каких-то достижениях. Дальше содействовать обеспечению доступа молодых людей с инвалидностью ко всем сферам жизни молодежи, обеспечить их участие во всех общественно значимых молодежных мероприятиях, проводимых в городе, в округе либо в районе. И последнее, о чем хотелось бы сказать, как предложение, это формировать позитивное общественное мнение, конечно же, о людях с инвалидностью, то есть то, что мы такие же, как все действительно, и не нужно в жизни делать какое-то разграничение, это мы, это они, и таким образом мы действительно, только таким образом мы придем к инклюзивному обществу, и мы делаем это на самом деле вместе. Потому что, да, многие, к сожалению, молодые люди с инвалидностью, имея определенные навыки и знания, они не могут их реализовать именно из-за такого, скажем, предвзятого отношения общества. И мы все вместе должны менять такое положение вещей, потому что, ну, только так будет движение вперед, потому что, если мы ничего не будем делать, общество будет говорить, что мы тоже ничего не должны, это будет к чему не приводимые какие-то моменты, мы должны действительно стараться все вместе друг для друга. Вот. и последнее, да, в качестве предложения, я считаю, что важно проводить уроки доброты, тренинги, мастер-классы какие-то по включению людей с инвалидностью в полноценное общество. Спасибо большое за внимание, я желаю всем новых идей, вдохновения и развития. Спасибо большое, большое спасибо, Аня, еще раз с днем рождения мы поздравляем все, вся наша организация, ты просто умничка, красавица, больше ярких эмоций хотим бы пожелать, а у тебя и так уже все замечательно, все здорово. Аня, мы продолжим работу, уважаемые, большое спасибо, Аня, вопросов пока нету, я думаю, что мы продолжим работу по подготовке по этому вопросу, поэтому напоминаю всем участникам, дорогие коллеги, сегодня я разошлю всем проект резолюции с предложением, которое озвучили уже сейчас и Наташа, и Аня, чтобы вы увидели, какие проблемы волнуют, какие есть предложения, и мы могли бы дополнить их обязательно. Большое спасибо, Аня, а мы переходим ко второй теме. И на связи у нас уже Екатерина Привалова. Добрый день, я хочу обсудить актуальные потребности у молодежи с инвалидностью. Меня зовут Екатерина Привалова, я студентка четвертого курса Университета Управления, факультета рекламы и связи с общественностью, чтобы выступление было не голословным, ой, чтобы мое выступление было не голословным, мы провели мини-исследование и опросили 60 людей с инвалидностью. В брошюрах представлены данные, вы можете увидеть, что 95% респондентов имеют образование и обучение и стремятся работать. Также мы выявили, что молодые люди очень любят выходить из дома. Основными трудностями респонденты назвали трудности передвижения и недостаток общения. Я думаю, что одно выступает из другого, а культурные объекты недоступны, культурные объекты доступны также не все. Часть опрошенных испытывает трудности передвижения по городу. Большинство молодых людей случайно получают информацию через интернет, хотя гораздо удобнее было бы другим способом. Основные проблемы это недоступность города, социализация и невозможность работать. Второй слайд можно переключить? хочу осветить план наступления. Будут затронуты такие темы, как доступность города людей с инвалидностью, жилищные условия для людей с инвалидностью, мотивация и отношение к людям с инвалидностью, осведомленность людей с инвалидностью, а также запомнитость людей с инвалидностью. Можно третий слайд. Начнем мы с обсуждения доступности. Для наглядного ознакомления вы можете опять посмотреть в гаширные стола. проведенные статистические данные я также собрала, мы всей командой также собрали две недели до выступления, опросив 60 человек с инвалидностью, чтобы выявить наиболее объективное мнение. и они только подтверждают мои слова о недоступности города для людей с инвалидностью. Из проанализированных анкет стоит подчеркнуть, что основная проблема заключается в транспортном недоступности, недостаточном количестве приспособлений, доступе к информации, но об этом чуть позже. Мы понимаем, мы понимаем, что Москва много сделала для людей с инвалидностью, но к сожалению не все заинтересованные люди знают о том, как использовать средства, предназначенные для людей с инвалидностью. по закону 1992 года президенту Российской Федерации предусмотрено переоборудование всех населенных пунктов для людей с инвалидностью, сферы жизнедеятельности, все строящиеся здания и комплексы должны включать элементы, позволяющие обеспечивать безбарьерный доступ. на данный момент, к сожалению, мы не можем похвастаться подобным. К сожалению, большинство людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата не может узнать, как пользоваться наземным транспортом. я говорю в данный момент о пандусах для инвалидов на колясках. Да и водители редко паркуются вне зоны доступа к возможному заезду на пандус. Также стоит заметить, что пандусов доступных для проезда инвалидной коляски очень мало. Недоступными они являются не только для людей, имеющих физическое значение, но и для людей слабовидящих. На эту тему я пообщалась со своим приятелем, у него инвалидность по зрению. Он сказал мне, что гораздо легче было бы ориентироваться на переходах, если бы они были оборудованы звуковыми сигналами. Также я хотела бы обсудить с вами жилищные условия. потому что долгое время я сама двигалась на коляске. И хочу заметить, что человеку с ограничениями опорно-двигательного аппарата самостоятельно сложно убираться из дома. из подобных проблем сталкивается большинство людей с инвалидностью. Можно следующий слайд. На данный момент немногие жилые дома оборудованы листами и подъемными механизмами для колясок. Но опять говоря о своем печальном опыте, хочу заметить, что в домах построенных в 20 веке очень мало приспособлений, которыми могут пользоваться люди с инвалидностью. В 2006 году я получила учебно-мозговую травму, долгое время не могла ходить, поэтому для выхода из дома на улицу мне приходилось просить помощи как минимум у двух человек. Один спускался со мной в лифте, а другой спускал коляску, потому что она не проходила в лифт. Также хотелось осветить вопрос готования, в том числе ипотечным. человеку с инвалидностью банки не хотят давать кредиты. Конкретный пример на слайде. В нем видно, что банки отказались давать кредит, аргументировав отказ тем, что доход при получении кредита должен быть на несколько процентов больше ставки по кредиту. я тогда мы с супругом хотим взять ипотеку. Мы долгое время искали информацию об ипотечных предложениях для лиц с инвалидностью, но в интернете ничего не нашли. Тогда мы пошли в банк, там сказали, что об инвалидности лучше совсем не упоминали. следующее слайд. Очень важно не оставлять людей с инвалидностью их родственников без поддержки, в том числе и государственной. В данной ситуации я говорю не о материальной поддержке, а о контактах с внешним миром. очень необходима психологическая поддержка и помощь профессионалов. Мы очень счастливы, что существует такая организация, как «Перспектива». Она очень помогает социализироваться. Следующий слайд. К моему счастью в «Перспективу» я попала совершенно случайно. Ни пенсионный фонд, ни СОБЕС, ни одна госорганизация не сообщила мне о существовании подобных общественных организаций и не посоветовала мне туда обратиться. Большинство людей с инвалидностью просто не знают о подобных организациях. Организация, помогающая социализироваться в обществе, найти работу, а также развить физические качества. Поэтому информировать людей очень важно. Мы очень хотим сделать в собственном мире лучше и надеемся, что вы нам в этом поможете. Предложения наше предложение. Первое. На остановках разместить информационную бюллетень, оправдывая в пользование транспорта и его маршрутах. Примерное расписание доступно для него автобусов. то есть для инвалидов с инвалидностью передвигающихся на колясках одни маршруты автобуса для других групп инвалидности и другие. Издать закон, помогающий людям с инвалидностью брать кредиты без дополнительных сложностей. Также в любопытные условия при оформлении ипотеки, если инвалидность имеет только один из супругов. Информировать молодежь о новых законах и мероприятиях. Почтовая рассылка и звонки для слабослышащих, слабовидящих, точнее. присылать информацию на почту можно каким-то представителям организации либо мне и я буду распространять ее в соцсетях. Вести предупреждающий знак на машинах, в которых могут быть люди с инвалидностью и взимать штрафы за парковку не на бумаге, а на деле взимать штрафы за парковку для местах, предназначенных для гейс инвалидности. Следующий слайд. Спасибо большое за внимание. Катя. Спасибо, Катя. Спасибо большое за свою работу. Оважаемые друзья, кто слушает, мои предложения по этой теме и по статусуальной потребности у молодежи с инвалидностью, пожалуйста, пишите в графе вопросы либо в общем чате, мы это все фиксируем и обязательно в проект резолюции обязательно поместим. Мы, уважаемые друзья, продолжаем двигаться. Я призываю всех наших следующих спикеров быть немножечко быстрее в своих выступлениях, потому что все планируют свои времена, а так как по техническим возможностям и причинам мы позже начали выступление, поэтому я прошу не сокращать свои доклады, но говорить гораздо четко и быстро. Следующая у нас Анна Драгина. Анна, пожалуйста, выходите в эфир. Анна, выходите в эфир, пожалуйста. Анна Дурягина. Драгина, вот она в эфире, сейчас видим. Итак, добрый день, Анечка, здравствуй, дорогая. Здравствуйте, так, меня слышно? Отлично, спасибо. Здравствуйте. Замечательно. Итак, уважаемые друзья, позвольте сначала представить третью тему доступность вузов, СУЗов города Москвы. Об этом нам расскажет Анна, студентка третьего курса Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, а также создатель проекта «Мобильные студенты». Итак, Аня, тебе слово. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, в принципе, я сегодня хотела бы рассказать вам про проблему доступности высшего образования в России в целом, ну и в Москве в частности. Следующий слайд. Итак, прежде чем начать свое выступление, я бы вообще хотела призвать вас задуматься о таком вопросе, почему проблема доступности высшего образования вообще важна сегодня, почему мы говорим о ней и заостряем свое внимание, а не об интеграции трудоустройства или о доступности среды в принципе. Следующий слайд. Ну, в первую очередь, потому что высшее образование напрямую связано с успешным трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Социализация в УЗИ, общение со сверстниками помогает интегрироваться в общество, найти свое место и стать успешным. А что дальше? Представьте, что вы выходите утром из дома, встречаете человека на коляске по пути на работу и, возможно, в кафешке, где вы пьете свой утренний кофе или ваш коллега человек с ограниченными возможностями здоровья. Когда ваши коллеги, соседи, знакомые, друзья имеют какую-то инвалидность, вы уже имеете всем другое отношение к таким людям. Вы их не боитесь и имеете представление о том, что им нужно, об их потребностях. Это уже успешные люди, чей позитивный имидж не нужно создавать в СМИ. Он и так создан. Следующий слайд. Итак, как это происходит на деле? Когда люди ходят, получают высшее образование, приходят на пары, они интегрируются в общество, они общаются со сверстниками и как бы происходит их непосредственная интеграция без каких-либо дополнительных усилий. После того, как они получили высшее образование, гораздо легче получить работу. Это всем и так известно, и поэтому легче трудоустроиться. Ну и в конце концов, они становятся и так успешными людьми с работой, с образованием, с друзьями, которыми они познакомились еще в студенчестве, например, и уже происходит такой позитивный образ человека с инвалидностью, то есть его уже не нужно создавать в СМИ. Он и так есть вокруг нас. Следующий слайд. Условно проблемы, связанные с доступностью в вузах, можно разделить на две группы, связанные с физической и социальной доступностью. Следующий слайд. Итак, заострим свое внимание сначала на физической доступности. Физическая доступность высшего образования это в первую очередь среда вуза. наличие лифтов, панцев, таксильной плитки, вывесок дублирующихся шрифтом брайля, понижение бортьюров и тому подобное. Про это уже много всего сказано людьми, да и так все понимают, зачем это нужно. Без подходящей среды на учебу попасть просто невозможно. Затем идут адаптивные программы. Для людей с некоторыми видами инвалидности, например, с нарушением слуха или зрения, это необходимость и вопрос вообще о том, смогут ли они получать образование в принципе. Ну, например, там простой обычный курс для обычных людей невозможно пройти, если ты не видишь, что многие ну, вообще обучение предполагает собой чтение какой-то дополнительной литературы, которая чаще всего отсутствует в аудиоварианте, либо тем более не дублируется лифтом браэля. И в эту же колонку я включаю, в принципе, дистанционное образование, тоже в адаптивные программы для людей, которые просто не могут выйти из дома. И, наконец, кому-то может просто понадобиться помощник во время его обучения, это абсолютно нормально, потому что ты в вузе находишься довольно долгое время, и тебе может просто понадобиться сходить куда-то в тот же туалет или покушать, и это не всегда можно сделать самому. И также социальные барьеры на пути к образованию могут возникнуть, ввиду, допустим, недоброжелательной администрации, в принципе, взаимодействия с ней, которая не захочет решать какие-то проблемы или вообще принимать к себе инвалидов. Такое тоже бывает. Потом неквалифицированных в плане инклюзивного образования педагогов, которые могут не так воспринимать людей с инвалидностью и делать неправильный упор, например, слишком как-то хорошо относиться и ставить хорошие оценки без каких-либо знаний, такое бывает, или наоборот как-то унижать их. И в конце концов недружелюбных студентов, которые никогда не сталкивались с инвалидностью и поэтому могут не очень хорошо относиться к инвалидности. Следующий слайд. Итак, помочь решить проблемы физической доступности должно в первую очередь государству. Оно в принципе должно решать половину проблем. Но такие программы, как доступная среда, они в принципе заставляют администрацию адаптировать вуз для инвалидов. Но я сталкиваюсь с тем, что чаще всего это не помогает. Среда либо создается для галочки и невозможно к использованию или не стандартизирована, либо она вообще не создается. Ну, они прослушивают текст про то, что это нужно, но забивают на это. это происходит из-за того, что администрация вуза в принципе не видит подребности в таких действиях, она не верит, что к ним придут поступать инвалиды, а инвалиды в свою очередь не видят доступной среды и поэтому не поступают, потому что боятся каких-либо проблем с этим. Получается такой замкнутый круг, из которого невозможно выйти. Для того, чтобы выйти из него государство и администрация должны использовать экспертизу людей с разными видами инвалидности для адаптации вузов. Приглашайте их участвовать в процессе создания этой самой доступной среды, чтобы знать их потребности и вообще понимать, что и как нужно делать. Ну и в свою очередь нужно производить привлечение инвалидов к получению высшего образования, чтобы они не боялись поступать в вузы, например, наочные. Следующий слайд. Что же касается социальных проблем, то тут формула довольно проста. Создать позитивный имидж инвалидности в глазах студентов помогут далеко не лекции об инклюзии. Это гораздо лучше действует на администрацию педагогов, которые выше по уровню по ментальному и легче воспринимают такой вид информации. На студентов, которые еще довольно-таки в каком-то смысле дети, им лучше принимать участие в каких-то интерактивных форматах мероприятий, например, в каких-то спортивных мероприятиях, в которых участвуют также люди с инвалидностью. Например, это может быть показательный турнир регби на колясках или также турнир по настольному футболу, где наравне с обычными людьми и также играют за этим же столом люди с инвалидностью. И таким образом через общение происходит изменение их имиджа на позитивное. Для квалификации педагогов нужно ввести специальные курсы по инклюзивному преподаванию, чтобы они знали, как лучше всего давать информацию людям с инвалидностью и вообще обустроить учебный процесс. Ну и для администрации, как я уже сказала, тут ничего не изменит, кроме того, что государство просто должно им, так сказать, капать на мозги и говорить, что это действительно нужно делать, это важно. Тоже, может быть, устраивать какие-то курсы по изменению восприятия людей с инвалидностью. Ну и также воздействие со стороны студентов, конечно же, куда без этого. Следующий слайд. это, например, это пример мероприятия как раз-таки интерактивного для студентов. Это турнир по регби, где в регби играли не только люди на колясках, профессиональные игроки, но и также садились обычные студенты в коляске и играли с ними наравне. То есть через непосредственную игру также их сокурсники смотрели на эту игру, и они по-другому начинали воспринимать это как что-то нормальное. И, как вы видите, на этой фотографии все стоят с очень довольными лицами, все счастливы. И таким образом они понимают, что это хорошо, здорово, позитивно. Следующий слайд. Да, да, сейчас одну секундочку, у нас немножко зависит сиденье. Без него, без слайда мы можем проговорить? А, да, без проблем. Ну, в общем, эти все проблемы лично я поняла уже довольно-таки давно, еще как только поступила в вуз, они у меня появились в голове, я поняла, что они существуют не только в моем вузе, но и в принципе в большинстве вузов Москвы. если не страны в целом. Для того, чтобы всех их решить, я создала проект «Мобильные студенты», в котором участвуют не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и также обычные студенты. Мы помогаем наладить вот эти все процессы общения и с администрацией, и с педагогами, и со студентами. Попытаемся наладить среду, чтобы поставили пандусы и так далее. И в принципе меняем восприятие людей, студентов в том числе, о людях с инвалидностью. Вот. Аня, спасибо большое. Ань, мы ждем от тебя еще, просим тебя прислать презентацию, у тебя, наверное, уже есть по мобильному студенту, да? По проекту? Да, есть, конечно. Мы ее в раздаточный материал прикрепили, и вот 17-го числа в круглом столе, когда мы, мы же сегодня у нас в подготовительной сессии, да? Обязательно, но они уже имели представление, там, кто будет за круглым столом, мы это распечатаем, все сделаем. У нас есть вопрос к тебе, Аня. Да. Знакома ли тебе такая информация, есть ли обязанности тьютера в УЗе, они расписаны или нет? Есть обязанности тьютера в школе, а вот тьютера в УЗе, они вообще есть, ты знаешь об этом? Нет, вообще не существует, так как, в принципе, в школе инклюзия уже давно практикуется, ну, по крайней мере, пытается практиковаться, а в УЗе она только набирает свои обороты, и, например, если в МППГУ это уже, ну, поставлено на поток обучение людей с инвалидностью, то в других УЗах это абсолютно, ну, не существует такой вообще программы, особенно тьютерской. Ага, вот тут, так, уже пошли вопросы про стажировки для студентов, у тебя есть ли такая информация? Про стажировки для студентов? Ну, на данный момент мы только пытаемся наладить все это, чтобы это пошло в ход, чтобы не только люди получали образование, но и сразу же стажировались, как только они поступают. Я предлагаю вот этот вопрос, смотри, добавить к предложениям к твоей теме, да, про стажировки, нужно что-то будет сказать, да, и про то, что вот обязанности тьютера, это же актуальная проблема, да, давайте мы тоже добавим к резолюции круглого стола, как ты на это смотришь? Да, очень хорошо. Хорошее предложение, вот именно для этого, спасибо, ребята, что задаете вот такие вопросы, нам, мы именно сегодня проводим вот эту подготовительную сессию, чтобы не просто наши докладчики, они готовили свою тему, но они впервые сегодня, между прочим, все докладчики услышат все темы, и таким образом вот докладчики докладчику уже помогают, задают какие-то темы, предложения по этому тему, это, я, я прям-таки очень счастлив, что мы сегодня это делаем. Анна, тебе еще огромное спасибо, вот, замечательно выглядишь, и спасибо за такой яркий доклад, очень было интересно, ну, и как и предыдущие тоже доклады. Мы с Аней прощаемся, спасибо, Аня. Вот, мы переходим к следующей, к четвертой теме, потому что вот уже и Наташа Мазунина просит, задает вопрос, а есть ли статистика доступности, об этом нам сейчас расскажет Татьяна Бобровская. Татьяна может уже выходить в эфир, Танечка, вот, мы видим уже первый слайд с Татьяной, и так, Танечка, Татьяна, она нас слушает, она у нас подключена к нашему вебинару, пожалуйста, подключайтесь. Уважаемые друзья, у нас серия вопросов, следующие пойдут, именно связанные по студентам, открыла у нас Аня о доступности вузов, потом у нас о проблемах обучения в вузах пойдут, разговоры о трудоустройстве студентов пойдут, вопросы, и сопровождение практики, вот у нас из семи темы, четыре темы связаны именно со студенческой скамьей, потому что именно мы хотели бы огласить на нашем круглом столе вопросы, касаемые именно молодежи с инвалидностью. Итак, вот уже Татьяна выходит в эфир, Танечка, Танечка, привет. Добрый день, слышно меня? Рада тебя слышать, слышим мы тебя, замечательно. Ты готова, Да, я готова. Итак, уважаемые коллеги, мы переходим к четвертой теме, проблемы обучения молодежи с инвалидностью в вузах и СУЗах Москвы. Уже на эту тему уже начала рассказывать у нас предыдущий докладчик Анна, Анечка, вот, а сейчас продолжит эту тему раскрывать дальше, и вот задают вопросы как раз, есть ли статистика, вот как раз о статистике и каких-то предложениях, нам с нами поделится Татьяна Бобровская, студентка Московского городского психолого-педагогического университета, председатель совета молодежи с инвалидностью района Леонозова, блогер молодежного палаты района Леонозова. Итак, Татьяна, я все правильно сказал? Да, все правильно, Максим. Тебе слово. Добрый день всеми, уважаемые слушатели, я хотела бы отсветить такую тему, как проблема обучения молодежи с инвалидностью в вузах и СУЗах Москвы. Эта тема мне близка и актуальна, поскольку я сама являюсь студенткой и общаюсь с такими же студентами с инвалидностью и не понаслышке сталкиваюсь с проблемами их обучения. И поэтому захотелось поподробнее разобраться в этой теме. Так вот, к вопросу о статистике. По статистике всего 41% людей с инвалидностью желающих обучаться являются студентами, а остальные 59% не имеют возможности обучаться, поскольку в учебных заведениях для них не предусмотрены специальные условия. Мы из команды изучили список доступных учебных заведений на таких порталах, как РИА, РУ и ДисЛайф и вычислили процент доступности от общего числа. Оказалось, что всего 8% вузов и 12% СУЗов доступны для обучения людей с инвалидностью или доступны частично. Если смотреть на цифры, то это всего 20 из 248 вузов и 23 из 200 специальных учебных заведений. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, на этом слайде мы провели примеры в 5 вузов с архитектурной доступностью больше 70%. Полную статистику вы можете увидеть на сайте РиА.ру. Также мы признализировали... Мне Аня подсказывает, это статистика 2011 года и очень бы хотелось бы, чтобы еще раз возможно РиА.ру обратиться, чтобы они обновили эти данные, потому что как изменилось за 4 года, эта ситуация нам тоже очень интересна. Спасибо, извините, Патяна. Хорошо, приму этого внимания. Значит, а также мы проанализировали информацию по среднеспециальным учебным заведениям, где учатся люди с инвалидностью, и оказалось, что такие СУЗы носят реабилитационный характер, то есть на них делается упор не только на обучение, но и на лечение. Следующий слайд. мы выделили 8 основных проблем, которые препятствуют инклюзивному образованию. Значит, первая проблема это не заинтересованность администрации в поступление в учебное заведение людей с инвалидностью. Почему это происходит? Это возможно связано со стереотипным отношением администрации к людям с инвалидностью. Многие из них считают, что они не потянут программу, что будут одни только одни трудности и проблемы. И это основной мотив, который служит отказом от администрации в поступлении. И как же можно изменить это отношение? Во-первых, поскольку по закону для людей с инвалидностью ЕГЭ отменен, нужно разработать какой-то альтернативный вариант тестирования для людей с инвалидностью заканчивая 11 класс, чтобы при предъявлении этой бумаги об оценках успеваемости уже администрация не смогла отказать поступлению. Во-вторых, можно рассмотреть варианты льготы поощрения для учебных заведений, принимающих на обучение людей с инвалидностью. Такими поощрениями могут, например, быть в виде грантов на создание специальных условий или фирансировали какой-то научной деятельности, которые занимаются в учебном заведении. И, в-третьих, для изменения стереотипов по поводу действия инвалидности нужно проводить тренинги по пониманию инвалидности. Также еще предложение, если учебное заведение будет зачислять в обучении людей с инвалидностью, то мы можем давать какую-то рекламу этим учебным заведениям. А больше рекламы это больше абитуриентов, это выгодно обоим сторонам. Следующий слайд, пожалуйста. Вторая проблема это недостаточная квалификация преподавателей для работы с такими студентами. Сейчас и чаще так происходит, что когда в группу приходят студенты инвалидности, многие преподаватели теряются и не знают, как его обучать и что с ним делать. И часто при своей методике обучения они не учитывают мезологии заболевания, особенности восприятия информации и начитывают материал как для всех. Получается, что такой студент не полностью включается в учебный процесс и как следствие плохо усваивает материал. Что же здесь можно сделать? Во-первых, проводить для педагогов также тренинги в понимании инвалидности, чтобы они понимали, с какими основными трудностями сталкивается человек с различной формой инвалидности и как им можно помочь в их преодолении. Во-вторых, педагогам необходимо дополнительные занятия в области инклюзивного образования, причем это должно начинаться еще со студенческой скамьи при подготовке педагогов в педагогических вузах и сузов. И такая практика уже существует в магистратуре МГГУ имени Шолохова и в Иркутском государственном университете, где существует факультет специальной психологии инклюзивного образования. На наш взгляд, нужно не вводить факультеты, чтобы кто-то на них поступил, а кто-то нет, а ввести обязательную дисциплину в программу обучения педагогов по инклюзивному образованию. А для тех, кто закончил вуз, необходимо ввести курсы повышения квалификации в направлении инклюзивного образования с итоговым аттестацией, безуспешного прохождения которой они не допускались бы к преподавательской деятельности. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, третья проблема это доступная среда, которая либо недоработана, либо совсем отсутствует в учебных заведениях. Здесь решение может быть только одно, это перепланировка здания с учетом потребностей людей с различной формой инвалидности. на этом я не буду подробно останавливаться, потому что предыдущий докладчик достаточно осветил эту тему. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, следующая проблема это нетролерантные отношения других студентов, которые без инвалидности. хотя на сегодняшний день в плане принятия людей с инвалидностью ситуация стала гораздо лучше позитивной, она все-таки остается еще актуальна. Еще остались люди, которые могут относиться к людям с инвалидностью, с непониманием и даже опаской. Чтобы помочь им наладить контакт, для студентов также нужно обязательно проводить тренинги в понимании инвалидности. Также в штате вуза и СУЗа всегда должен быть психолог, который всегда может помочь развеять мифы о людях с инвалидностью и помочь выстроить общение между ними. Следующий слайд, пожалуйста. Пятая проблема это сложность адаптации к коллективу и рабочему процессу людей с инвалидностью после надобного обучения. Многие дети с инвалидностью учатся в школе на надобном обучении. Представьте, что такой человек приходит в вуз и на него наваливается такая обстановка, что вокруг много людей становится, жесткий график и жесткие требования. Я сама была в такой же ситуации, но из врачей общительности мне удалось успешно влиться в коллектив, но так происходит не у всех. Кто-то с этим успешно справляется, а кому-то требуется помощь и психологическая поддержка в адаптации. Тут многое зависит от мастерства преподавателя, который тоже может помочь человеку влиться в коллектив, например, путем ознакомительных тренингов или давая задания, которые решаются в группах. Ну и также нам нельзя недооценивать важность работы с родителями, поскольку они тоже влияют на человека больше, чем преподавателя, особенно когда человек зависит от них достаточно продолжительное время. Поэтому с ними нужно проводить индивидуальную работу. Следующий слайд, пожалуйста. Следующая проблема это низкоинформированность людей с инвалидностью о местах и возможностях обучения. Уже ближе к концу школы ученик начинает задумываться куда им идти дальше и подбирать соответствующие заведения. Из-за того, что очень мало заведений приспособлено для обучения людей с инвалидностью, такие адаптуренты сталкиваются с проблемой поиска. Если заведение имеет доступную среду, информация об этом еще надо где-то найти. Например, я на свой колледж и на вуз наткнулась абсолютно случайно и для решения проблем с поиском необходимо чтобы приспособленные вузы и СУЗы налаживали контакт со школами и органами соцзащиты. Тогда люди с инвалидностью и родственники могут получить информацию и у сотрудников соцзащиты и учителей о том, куда можно пойти учиться ребенку с инвалидностью, чтобы ему было удобно там и комфортно. Также, поскольку современное общество подавляющее большинство получает информацию в интернете, я считаю отличным решением было бы разработать общий ресурс со всеми вузами и СУЗами Москвы с адресами, телефонами и фотографиями. это удобно, так как идти уже кому-то узнавать информацию не нужно. Отдельным пунктом необходимо прописать доступность зданий и адаптивных программ, если они есть. Например, ставить там, есть пандус, есть аудирные учебники для слабовидящих, ну и тому подобное. Таким образом, человек, зайдя на такой портал, может получить полную информацию и оценить, насколько среда будет для него доступна и комфортна. Следующий слайд, пожалуйста. Седьмая проблема в том, что на данный момент существует мало программы в учебных материалах, адаптированных под различные формы инвалидности. Здесь тоже решение только одно, это адаптировать материалы под людей с разными формами инвалидности. Например, для слабослышащих решение может быть введение штат сурдопереводчиков или введение в эксплуатацию программы для автоматического сурдоперевода. Например, есть такая программа сурдафон. Она для незнающих жестового языка программа для преобразования звуков в текст. Такие программы тоже существуют. для слабовидящих аудирование учебников и подобные преобразования. Следующий слайд, пожалуйста. И последнее в нашем списке проблемы это отсутствие адаптивной производственной практики. теории может мы получим в УЗЕ, а вот производственную практику людям с инвалидностью проходить негде. Опять же не буду останавливаться на этом подробно, потому что следующие списки будут уже освещать эту проблему. Я скажу лишь то, что в моем ВУЗе существует такая проблема. Нужно искать практику самостоятельно. Если ты ее нашел, то молодец, практикуйся, а вот если нет, то кроме двух-трех практических занятий с преподавателем в аудитории это уже ВУЗа и чтение литературы нам ничего не предлагают. Ну и содействие в поиске места практики тоже как-то не налажено. Эту проблему могло бы решить создание единой адресной базы предприятия для практики с учетом необходимой доступности предприятия и помощь выбора места практики. Следующий слайд пожалуйста. Значит, что мы предлагаем в решении вот этих вопросов? Мы предлагаем свою помощь в проведении мониторинга вузов и СУЗов Москвы и контролю по четырем критериям соблюдения основных рекомендаций по разработке основных примерных адаптивных образовательных программ высшего образования, которые сформулированы в письме заместителя министра образования и науки Климова. Оно основано на законодательстве от 29 декабря 2012 года из статьи 79 Организация получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Кратко я их назову, подробный вариант вы можете увидеть также в интернете. Первое включение адаптивной дисциплины в вариативную часть образовательных программ. Второе выбор методов получения обусловленных в каждом отдельном случае цельными содержаниями обучения. Третье обеспечение обучающихся печатными электронными образовательными ресурсами в формах адаптивных к граничным здоровья. Четвертое выбор мест прохождения практики с учетом требований к доступности. Пятое проведение текущего контрольного успеваемости с учетом особенностей нарушения здоровья. Шестое разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения. Седьмое осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса. Восьмое установление особого порядка освоения дисциплины физической культуры на основе здоровья и сбережения. Девятое создание толеранта социокультурной среды и волонтерской помощи. Десятое использование в образовательном процессе дистанционных образований технологий. Также мы предлагаем содействие в организации проведения тренингов по пониманию инвалидности и готовы оказать консультативную поддержку в способах адаптации и также в тестировании адаптационных технологий, чтобы проконтолировать то, что все сделано надлежащим образом, а не, как говорилось в предыдущем спикле, для галочки. Следующий слайд Пожалуйста. Так, теперь к немного подобным о том, как мы будем вести мониторинг в учебных заведениях. Мы предлагаем ставить оценки, исходя из тех десяти пунктов соблюдации, которые я озвучила выше. Например, отлично будет если соблюдается восемь, десять из десяти пунктов, ВУЗ будет считаться доступным. Пять, семь пунктов будет считаться приспособленным для обучения студентов с инвалидностью. Три из пяти и три, пять пунктов из десяти частично приспособлены и соблюдаться меньше трех пунктов нет пользы доступности. Практика внедрения этих рекомендаций уже существует в северно-открытом техническом университете, который находится в Санкт-Петербурге. В начале 2015 года ректор этого университета разработала ввел положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. С ним вы также можете ознакомиться в интернете и вы легко найти. Следующий лайк, пожалуйста. Поскольку наша оценка удовлетворенности начинается с исполнением трех пунктов, мы предлагаем выделить три пункта как обязательных из тех, десяти для выполнения всеми учебными заведениями. На наш взгляд это обеспечение обучающихся в действии инвалидности печатками электронными образовательными ресурсами в формах дативных ограничений в здоровье, разработка приоритетных владивостей дуальных учебных планов и выбор мест прохождения практики с учебом требования доступности. На этом у меня все. Спасибо за внимание. спасибо большое Таня за проделанную работу. Как вы видите, что у нас вот два доклада они очень перекликаются друг с другом. Это очень хорошо. Вот тут поступили предложения и вопросы Татьяна по поводу охватить вот такой момент о оплате образования и спец. ЕГЭ. Я работал, например, в школе и на самом деле очень непонятно, как будут сдавать с ментальной инвалидностью например, экзамен, единый государственный экзамен по русскому языку и оценивать разные. Это очень детальный вопрос, который требует проработки. А вот еще тут Екатерина спрашивает, что не все студенты могут оплатить образование. То есть это вот у него как был вопрос связанный с ипотекой. То есть должны, я думаю, что должны быть разработаны все-таки какие-то стандарты и по поступлению в ВУЗу для молодежи с инвалидностью рекомендации для поступающих молодежи в ВУЗы и прохождение практики, прохождение, то есть сдача единого государственного экзамена и оплата. То есть какая-то критерия, если же студент не может оплатить, студент с инвалидностью, абитуриент его называть, с инвалидностью не может оплатить, то сейчас существуют такие программы кредит на образование, есть ли например льготы, кредит на образование, но более лояльны для абитуриентов, для инвалидности. Мне кажется вот этот момент, который волнует Катю, которая обратила внимание. Но насколько я знаю, для студентов с инвалидностью предусмотрены бюджетные места. Мало кто из них платит на обучение. Ну значит надо информацию как-то об этом тоже упомянуть. Но это как бы предложение, у нас же такая подготовительная сессия, обсуждаем все вместе. Вот еще Галина делит с нами информацию, что инвалиды сдают ЕГЭ на дому, если они не могут быть на экзамене. То есть вот такая еще форма присутствует, очень даже лояльно. Да, в мое время меня освободили от ЕГЭ на законодательной основе. А сейчас вот как обстоят дела? Вот сейчас Галина просвидетела, как сейчас все это происходит. Ну что ж, Татьяна, большое спасибо, мы завершаем четвертую тему. Мы просим Ирину уже подключаться, выходить на связь. Спасибо Татьяне еще раз. Татьяна, нажимайте кнопку, какая кнопка там называется? Выйти в эфир. Выходите в эфир. Ирина, выходите, пожалуйста, в эфир. Мы переходим к пятой теме. Это временное трудоустройство студентов с инвалидностью в каникулярное время. То есть проблемы есть у молодежи просто по трудоустройству и поиску работы, но мы хотели бы отразить именно вот такой блок трудоустройства студентов в каникулярное время, потому что некоторые, многие вопросы, здесь есть нюансы, которые и перекликаются вообще с трудоустройством студентов. Итак, Ирина, вы у нас в эфире, по-моему. Ирина Жучкова, Ирина Ведрашко, Ирина Ведрашко. Жучкова есть, вот Жучкова, Ирина, выходите в эфир. Нас слышите, Ирина? Ирина, выйти в эфир, вам нужно кнопочку нажать. Пожалуйста, ждем ваше выступление. Готовится у нас Дарья, Дарья у нас уже, к сожалению, сегодня не смогла присутствовать, но выступление мы ее также послушаем. Так, уважаемые коллеги, ждем, ждем еще вот Ирину. А, вот Ирина пишет, что она да, слышит, сейчас, наверное, пытается найти. Так, Ирина, выходите в эфир. Где у нас Сережа эта кнопочка находится? Я так думаю, что Ирина не может найти. Вот, под окошком видеоизображение, потом появляется отдельное, появляется еще одно маленькое окошко, надо еще раз нажать похожую кнопочку, выйти в эфир. Два раза подтвердить свое желание выйти в эфир. есть, есть, сейчас все увидим. Итак, Ирина, Ирина, здравствуйте. Ирина, вам нужно включить микрофон. Включайте микрофон. Так, поняли, что вы без видеокамеры, да? Мы вас пока не слышим, Ирина. Катя, я прошу подключиться. Сейчас мы поможем включить микрофон. Слышно, да? Мы вас слышим, Ирина. ирина. У нас нет наушников, и они сломались. Поближе как-то поближе. скажите, как по-калубе помолчать, чтобы не поделись. Что? помолчать, чтобы не поделись. Мы тогда вас представляем. Мы тогда вас представляем. Страшко, обладать いて паралемпийские. И мэнгер в России. Р으 мэнгер в это что Да, все правильно, спасибо большое. Я приветствую. Ты готова? Да, я готова. Я рада приветствовать всех. Моя тема «Временное трудоустройство людей с инвалидностью в культурном уровне». Эта тема для меня очень близка, потому что в свое время я тоже была студенткой, и с первого курса я стремилась работать, потому что полноценная работа дает ощущение того, что ты умеешь, что ты полезен, и что, в общем-то, ты не зараживаешь. Это одно из сторон этого вопроса. Итак, я веду этот сенсор. Следующий слайд, пожалуйста. В России на данный момент проживает примерно 13 миллионов половин. из них 2,5 миллиона трудоспособного возраста, и только 800 тысяч имеют работу. Это всего лишь 32%. Число студентов с инвалидностью, имеющих опыт работы в период обучения, еще меньше. Точной статистики на данный момент даже нету. Я изучила весь сайт агентства по статистике, и ничего на эту тему вообще нету. Итак, мы изучили рынок труда. Единственное, что в России существует множество организаций по трудоустройству именно студентов. К примеру, организация работает и просто. Должности, которые предлагаются здоровым студентам, это в основном официант, гречек, кассир, промоутер, курьер и т.д. Как вы сами понимаете, даже навскидку, без изучения вопроса, по физическим показаниям, даже большинство студентов с инвалидностью не смогут трудиться на этих должностях. Должности, на которые чаще всего устраиваются студенты с инвалидностью, это копиратор, вязание в специалистское центре и тому подобное. Однако далеко не всем студентам удается получить даже такую работу. Почему же мы выяснили, какие факторы чаще всего являются препятствием? Отмечу сразу, что в связи с широтой вопроса мы осмотрим сейчас только проблемы людей с нарушением опорно-выбительного аппарата. Поскольку об этом я могу говорить из личного опыта и это проверенное знание, поэтому я ограничусь только и долюбиваюсь нарушением опорно-выбительного аппарата. Итак, мы выделили основные типы факторов, которые мешают трудоустройство. Первый – физиологические, уже следующий слайд. Второй – психологические, третий – нормативно-правовые и четвертый – это информационные. Итак, рассмотрим более подробно каждые из типов. Первый – физиологические факторы. Мы рассмотрим их на два типа для колясочников, то есть людей, которые могут передвигаться только при помощи инвалидной коляски. Итак, это отсутствие тангусов, лифтов, помещений для работы, узкие дверные проемы, узкие туалетные кабины. Решением данной проблемы уже занимаются в рамках программы «Доступная среда», и мы призываем не прекращать начатую работу, и в том числе мы призываем не подходить более искренне, с большим пониманием, а не формально, потому как часто те приспособления, которые делаются для людей с инвалидностью колясочников, они просто формальны и невозможны в использовании. Итак, следующий слайд – физиологические проблемы для людей с ДЦП и подобными заболеваниями. Я бы хотела подчеркнуть, что вот часто, когда говорят про проблемы инвалидов, говорят про колясочников. Для людей с ДЦП, которые могут передвигаться без инвалидной коляски, но у которых есть с этим проблемы с передвижением, и проблемы вообще, я очень-очень редко слышу, но на самом деле для таких людей передвижение может быть еще более сложным, потому что колясочники могут помочь преоболеть какие-то препятствия, и он поехал дальше, а человек, который плохо передвигается, он не может на тебя в смысле, он должен все время идти, и вот часто элементарно дорога до места работы обратно на общественном транспорте является реально серьезной физической нагрузкой, которая просто изматывает. В данном случае решение этой проблемы может быть работой рядом с домом, что является редкостью, прямо сказанным, более, как бы так сказать, более примерным решением, я считаю дистанционную работу. Сейчас в данный момент я сама работаю в данной форме, и я могу с уверенностью сказать, что это реально упрощает жизнь, это реально выгодно, и я работаю на равных со здоровьем, и вот это для меня была возможность почувствовать, что я как минимум не хуй за кого-то из здоровых, а даже лучше, иногда, как бы, в зависимости от... когда у нас в каждом месяце определяется, кто лучше работает, иногда я становлюсь снивером, где меняет в удивление, и это, как бы, снивер, в эпидемию комплексы, прямо скажем. Еще одна форма решения, наверное, это быть фриланс, ну, это отдельная тема, о которой, я скажу, чуть ниже. Так же еще одна форма, это уровень обеспособности инвалидов часто, но не всегда, бывает объективнее, чем здорового человека. То есть, возникли перерывы, но какие-то процедуры может быть, и в данном случае фриланс, то есть, не постановая работа, а именно работа проектная, может быть решением данной проблемы очень даже эффективным. Так, следующий фактор, это психологические проблемы. Значит, первое, что мы его делаем, это со стороны работодателя. Часто существуют стереотипы об инвалидах, о том, что умственные способности там ниже, потом, может быть, низкий уровень квалификации, и такой есть стереотип, что человеку необходимо все время помогать, и в в каких-то вопросах никто не хочет с этим выморачиваться. Еще один стереотип, основной на жалости, то, что человеку, если ограничено его возрастом, там, нельзя угодить, или подробнее дисциплинарное обыскание, ну, как бы, не болит, ему же жалко, ему надо помогать. Это все, как бы, ну, да, на самом деле. А также еще одна из сложностей, это эстетические стереотипы. То есть люди хотят видеть, в кавычках, красивого человека в своей команде, я могу привести пример, у меня знакомая девушка, которая, с децептом, у которой есть незначительная косоглазия. И мне предложили или сделать операцию по исправлению косоглазию, или левости, потому что она, как будто, и портила эмочкам, а она, на самом деле, это вообще ужасная дискриминация, моральность, потому что по пациенту кожи дискриминация такая же. Вот. И еще одно такое стереотипение, что проще взять обычного человека здорового, чем заниматься подготовкой условий для комфортного рабочего места для человека с инвалидностью. Решением данной проблемы мы видим создание возможности постоянного профессионального роста для инвалидов, потому как, нам необходимо принимать, что нужно предложить работодателю что-то такое, ради чего он изменит и свое мнение об инвалидах, и свое отношение к инвалидам, и сделать все, чтобы сделать рабочее место комфортно, только бы этот человек на него работал. Самым эффективным, на наш взгляд, является, это профессионально, как бы, пригодный стюдинг профессионализма человека с инвалидностью. Мы предлагаем проводить бесплатные и платные курсы повышения квалификации, постоянные тренинги личностного роста с возможностью общения с лидерами рынка в конкретной ситуации, в конкретной специальности, простите. И, на самом деле, так поступают грамотные руководители любых компаний, которые хотят, чтобы их сотрудники росли в уровне квалификации. Отмечу сразу, что в таких программах должны принимать участие, наверное, не все, нужен конкурсный обор, потому что желающих будет очень много, я уверен. Следующий слайд, пожалуйста. Еще есть психологические факторы со стороны инвалида. На самом деле, большинство инвалидов, особенно инвалидов из детства, а я впечатлю, что нужно разделять инвалидов с детства и инвалидов, получивших какие-то проблемы в взрослом возрасте, потому как при формировании программы работы свой подход нужен разный, потому что инвалиды с детства имеют очень низкий уровень коллекативных особенностей, потому что с детства они росли в других условиях, и мы имеем другой подход. Плюс часто инвалиды вбывают в такой настрой, что мы должны помочь. И это на самом деле ошибка, это на самом деле, я считаю, что неправильно, потому что человек, если он что-то хочет, то он должен сам шевелиться. И вот в том, в какую сторону шевелиться и подвигать направления, мы должны помочь, в том числе с коммуникационными тренингами. Для многих инвалидов это было бы очень, как бы, так сказать, хорошее татстория. А потом бывает неправильная оценка своих возможностей. Вот когда я, сейчас я работаю в дистанционной работе, и мне предлагали набрать дополнительный объем, я хотела принципиально взять людей с инвалидностью, ну, просто, так сказать, помочь нашему брату. И я размещала информацию о вакансиях на различных сайтах, мне писали люди, с которыми я общалась, я понимала, что человек хочет идти в продажу, а он, на самом деле, у него, там, не очень хорошая дипция, и он чей-то рано там не подходит под продажу, то есть он не то, что что будет. То есть человеку бывает неправильная оценка своих возможностей. Я понимаю, что у многих оценок, но это члены, нужно еще, как бы, свои таланты правильно оценить, чтобы быть максимально эффективным. И здесь решение могут быть профориентационные племени, общение со специалистами по трудоустройству инвалидов, организация оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок, экскурсии на производство. Здесь я хочу подчеркнуть роль перспективы, как организации, которая проводит вообще бигантскую работу в этом направлении. И опыт этой организации, я считаю, нужно вообще в государственных масштабах учитывать и применять. Следующий стереотип – это не умеет указать свою лучшую сторону в древесобеседовании. Это часто бывает, что инвалиды, фамилии инвалиды, поэтому тренировые проходили собеседование – это отличное решение всех этих сложностей. Так, что я могу еще сказать? Также вот часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что когда люди с инвалидностью хотят устроиться на работу, они часто на мошенников попавают. Поэтому я считаю, что в рамках вот этих тренингов, трех вебинаров, нужно проводить какие-то, так сказать, рассказывать о схемах мошенничества, чтобы человек просто уберечь от этого. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Следующий фактор – тренинг нормативно-проводление. Отметим, что раньше у нас был баланс клютого треника, белокватирование рабочих мест и малогового львота. То есть человек устраивал работу, за это работодатель получает львота. Сейчас это отменено, и сейчас работодатель, устраивающий инвалиду, получает освобождение от уплаты единого судвеноса. На самом деле это копеечная сумма, это минимальная размер оплаты труда, и проще заплатить на самом деле это, чем устраивать работу инвалиду. Также законодатель выписал широкий спектр прав инвалидов в трудовой сфере. Однако финансово-организационное время их обеспечения половина на работодателя. Например, нормальная труда инвалиду меньше, чем у обычного работника. Одна предоплата такая же. При этом никаких компенсаций, ничего этого нет. Поэтому мы призывали вернуть налоговый львот, и даже может быть налоговый львот, и каникулы делать, проводить... Но бывают такие мошенничества, когда человек устраивает формально, и получают львот. Поэтому мы призываем проводить проверки для пресечения формального трудоустройства. И также еще продумать вопрос по правам и обязанностям работодателей инвалидов, потому как это все нужно как-то равновесить. Потом, если непростая система получила финансирование на создание рабочего места, мы призываем его властей, потому как даже лид, пандус и прочие такие приспособления могут быть полезны не только для еды с инвалидностью, но и для обычных работников. Это все довольно приятно. Следующий фактор – это информационный фактор. Плюс докладов своих коллег, я поняла... А, еще здесь. Хорошо. Извините. Еще есть... В общем, в общем смысле два типа любви с инвалидностью. Первый – сделать, что ему принесут, и ему пенсию устроят на работу, отвезут в санаторий и так далее. А второй тип – не привык даться, привык к действиям самостоятельно и рассчитывать только для себя. Это, безусловно, довольно продуктивно подходит, но этот оказался утренет минусы. Лично я объяснила в процессе подготовки, приписывая данную работу, что на самом деле государственная, многими организациями инвалидов является довольно активная работа для тех, кто хочет трудоустроиться. Мне хотят помочь, например, с этим, но я в этом лично не знаю. И вот из докладов своих коллег я поняла, что информационная освещаемость всех проводилых мероприятий, она очень низкая. Все мы знали что-то, но и случайно. И поэтому мы призываем создать отдельный информационный портал, ориентированный именно на инвалидов, ищущих работу. И там размещать информацию о вакансиях, о стажировках, о проводимых мероприятиях, чтобы это было все централизовано, что очень важно, и систематизировано. И чтобы это не было в такой форме, что какой-то там закручено, все это рассказано, чтобы это было доступным, нормальным, переваренным языком, все сказано. И этот сайт, который им возможно создастся, его нужно продвигать в интернете, чтобы он не выходил в поисковиках. Также мы предлагаем конкретным по трудоустройству инвалидов размещать информацию о вакансиях, или для студентов инвалидов, размещать информацию о вакансиях на сайтах для студентов, ищущих работу в отдельной вкладке. Здесь вот я привела, например, сайт, на котором один из самых полезных студенческих сайтов по трудоустройству. Также мы предлагаем создавать социальные рекламы в СМИ, с интернет, программы по трудоустройству людей с инвалидностью, потому как, чтобы как-то привлечь внимание, чтобы люди поняли, что для них работают, и остальные об этом не знаем, чтобы пользовались плодами работы людей. Также обязательно новые курсы по повышению правовой грамотности людей с инвалидностью, потому что это, на самом деле, и правцы в жизни всем инвалидам, и людям, которые работают с ними, потому что люди будут каждый раз объяснять одно и то же, и это все очень нам всем поможет. Так, что я еще хотела бы сказать. Еще раз я подчеркну, что работа организации «Перспектива» это, на самом деле, очень большая база, и к опыту организации необходимо обязательно обратиться, потому что люди добросовестно работают, и если бы мы знали об их работе раньше, то бы наша жизнь была бы намного лучше, если бы так хорошо сказать. Так, мы выяснили, какие факторы мешают людям с инвалидностью трудоустроиться, и мы знаем, как можно помочь. В заключение мне хотелось бы сказать следующее. Я, как человек, который с инвалидностью в детстве, постоянно я в этой, как бы, в сфере нахожусь, в сфере инвалидов, как бы, взаимоотношения инвалидов и государства, и думаю, что в стране я могу сделать вывод о том, как у нас устроены государственные аппараты, и я должна вам бы предложить, как повысить его эффективность. Главное место, где мы теряем, это то, что навсегда, но часто чиновники работают для отчета, к инструкции формально, чтобы себя ответственность снять. Но вот есть другой, более эффективный подход, это забота о людях, желание сделать их жизнь более комфортными, и помочь им максимально раскрыться, и помочь действовать эффективно и плодотворно. Если такой подход выйдет, то у нас не будет сделанный расчет государственных пандусов, которыми неравненно пользуются, и узких, там, верных проемов, которые там расширяют, и все равно там нельзя в них проехать. Тогда у нас будет эффективное расходование средств, и на самом деле всем будет лучше и валидам, и государству, и чиновникам, и чиновникам. Так что давайте, помогая друг другу, мы готовы к работе, мы открыты для всех предложений, и надеемся, что наше сотрудничество будет предотверлено на их системе. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Огромное тебе спасибо за развернутую работу, которую ты проделала. Конечно же, качество звука было сложно слушать, но все равно мы все поняли, все услышали. Огромное спасибо. Татьяна, тут у нас переписка идет в общем чате. Уважаемые друзья, коллеги, кто готовится к нашему круглому столу, обменивается сейчас опытом, предложениями, словами. Поэтому очень приятно, что ведется сейчас активная такая работа. Ну что ж, мы близимся уже к завершению. Уважаемые друзья, следующая тема – это шестая. Сопровождение практики для студентов с инвалидностью. Сейчас мы посмотрим запись Дарьи Тарасенко. Она у нас, к сожалению, сегодня не сможет присутствовать, но мы сейчас будем видео показывать и ознакомимся с презентацией нашей Дарьи, которая проделала тоже немалую работу по этому вопросу. Поэтому, уважаемые друзья, посмотрите внимательно выступление Даши, послушайте ее, посмотрите презентацию. Мы еще будем смотреть презентацию Дарьи. И ждем ваши предложения по теме сопровождения практики для студентов с инвалидностью. Итак, внимание, осмотрим. Я в Московском университете юридического университета. У меня за ЦП. Я хочу стать хорошим социалистом, для этого мне нужны практические навыки. Не секрет, что есть значительные сложности у студентов с инвалидностью в польске место для вхождения практики и получения практических профессиональных обзоров. Согласно данному организации о резиденции динации, недели насчитывается около 650 миллионов людей с инвалидностью, что сохраняет примерно 10% основной части инвалидности. Общая доля людей с инвалидностью в России превышает отчет. Не секрет, что есть значительные сложности у студентов с инвалидностью в польске место для вхождения практики и получения практических профессиональных обзоров. Согласно данному организации о резиденции динации, в мире насчитывается около 650 миллионов людей с инвалидностью, что сохраняет примерно 10% основной части инвалидности. Общая доля людей с инвалидностью в России превышает 11 миллионов. Значительная часть инвалидности в России находится в досусловном возрасте. Высокие показатели инвалидности наблюдаются среди детей и подростков. Россия расфиксировала конверцию о правах инвалидов. То есть люди с инвалидностью имеют такое право на получение образования и предостройство, как и люди без инвалидности. Высокий уровень требований современной жизни предъявляет к любому выпускнику высшего образования. Какой выпускник в силу своих особенностей связанных с этим особо требований к своему труду, в глазах потенциального роботозадателя, изначально находится в проигрышной позиции по сравнению с обыдением выпускников. Соответственно данные, ситуация наиболее акциональное повышение образовательного потенциала молодежи с инвалидностью с целью последующего трудоустройства. Таким образом, шансы выиграть конкуренцию начинающий студент может иметь только за счет собственных профессиональных и личностных качеств, а также качества положенных знаний и практических навыков. В последние годы все более популярная цель в сфере трудоустройства людей с инвалидностью становится различные программы поддержки и молитв на рабочем месте. Они заключаются в адаптации условия труда, представленной вакансии под инвестиционным потребностям работников с инвалидностью. и обучение экопрофессиональной науке непосредственно на обочем месте. А также увеличение льготоплощения для предприятий, приподняющих на практику студентам с инвалидностью. Например, на базе полиграфического в сфере «Форта Принт» фонд организует ознакомительственные производственные практики для студентов с инвалидностью. Среди из лучших ученых заведений. Сегодня у всех хирургических работ разустроено 88 человек, 80 из которых студенты в возрасте 18 лет с инвалидностью. Итак, изучив эту тему, я пришла к следующим выводам, что для учительного освоения нейтрактических навыков студентов по выбранной специальности необходимо создание условия для независимой жизни студентов с инвалидностью, также салонный доступ к образованию и трудов, и увеличение числа мест для прохождения тактики студентов с инвалидностью. Спасибо за внимание. Мы послушали доклад еще одной нашей участницы, это Дарья Тарасенко, студентка Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Она учится на юристам. Уважаемые друзья, сейчас мы просмотрим, вот я покажу вам слайды, мы одновременно просто не могли показывать и видео, и слайды, и вот сейчас я приглашаю вас ознакомиться со слайдами, которые проработаны Дарьей специально для круглого стола. К сожалению, я их быстро не смогу прокручивать, ну, чтобы время не затягивать, но я, уважаемые друзья, все вот рекомендации, то есть все предложения и проблемы мы обобщим в общий документ, который мы назовем «Резолюция круглого стола нашего». И этот документ у нас сегодня вечером, либо завтра утром мы будем обсуждать. Уважаемые друзья, я приглашаю к последней теме выйти в эфир Анну Дурягину. Анна, выходите, нажимайте кнопку «Выходить в эфир», потом еще раз нажимайте «Подтвердить свое решение», и мы перейдем уже к седьмой теме, которая является, если мы говорили о таких вещах, очень таких, как бы проблемных и очень важных, а это у нас не формальная составляющая, которая является основополагающей, самой, наверное, волнующей любого молодого человека, а именно «Доступность отдыха для молодежи с инвалидностью в городе Москве». Доклад свой подготовила у нас Анна Дурягина, аспирант третьего года обучения Московского государственного гуманитарно-экономического университета по специальности «Политические институты, процессы и технологии». Итак, Аня нас слышит, но ждем, когда она у нас подключится. Итак, Аня, пожалуйста, нажимайте кнопку, попробуем, давайте выйти в эфир и попробуем проверить, как связь уже с вами будет. Мы попробуем здесь поколтовать, что-то настроить, чтобы вас было хорошо слышно, видно. Итак, вот Аня в эфире, давайте посмотрим, как ее будет слышно. Аня, добрый день! Пока не слышим. Отлично, отлично слышно! Ну что ж, Аня, я вас уже... Здравствуйте! Я надеюсь, меня хорошо слышно, рада всех приветствовать. Тема моего доклада сегодня – это доступность отдыха для молодежи с инвалидностью в Москве. Я бы хотела конкретнее остановиться на спорте и культуре. Итак, культурный досуг в жизни каждого человека играет значительную роль. Позволяет расширить возможности личностного роста, духовного развития, а также позволяет просто отдохнуть. Не секрет, что человек, имеющий ограничения в передвижении, зачастую не имеет возможности наравне с обычными людьми насладиться результатами творчества, деятелей искусства, посетить какую-либо выставку или другую культурную площадку, а также не имеет возможности ежедневно заниматься спортом. В связи с этим... Следующий слайд, пожалуйста. Можно выявить следующие проблемы, связанные с занятием спортом, людьми с инвалидностью. Это малое количество адаптированных физкультурно-обзорбительных комплексов и учреждений, сочетающих спортивно-досуговую работу, а также отсутствие индивидуального подхода высококвалифицированных специалистов к людям с инвалидностью и системности в работе по каждому отдельному заболеванию. Следующий слайд, пожалуйста. На данной диаграмме мы можем увидеть, что лишь 11% оздоровительных комплексов, согласно данным отдела спорта РОИПС-перспектива, всего лишь 11% и то частично адаптированы для занятия спортом людьми с инвалидностью. Всего таких оздоровительных комплексов 65, и вот только 17% частично адаптированы. Комплексы доступны лишь для просмотра соревнований, но не для занятий. Вот это, к сожалению, такая тенденция. Это говорит о том, что людям с инвалидностью очень мало мест для занятий спорта. На следующей диаграмме, следующий слайд, пожалуйста, видно, что спортивно-досуговую деятельность с инвалидами существует 4200 учреждений в Москве и доступны лишь 18%. Но, однако, за последние 5 лет многие субъекты Российской Федерации начали активно развивать данную спортивно-досуговую деятельность. И число этих субъектов, сейчас я перечислю субъекты, которые активно занимаются данной работой. Это Красноярский, Крае Омская область, Ханты-Мальсийский автономный область, Республика Башкортостан, Татарстан, Тагестан, также Москва и Санкт-Петербург, соответственно, самые активные участники данного процесса. Также Тамбовской, Тольской и другие области. Также я выделила недостаток, это связанный и проблему, связанную с индивидуальным подходом к людям с инвалидностью в спорте. Итак, проблема состоит не только в том, что у нас маленькое количество адаптированных площадок, но также отсутствует высококвалифицированный подход специалистов по каждому отдельному заболеванию. Также нет системного подхода в применении этих знаний на практике, что могло бы улучшить здоровье граждан. Имеются спортивные направления. Вот я на личном опыте могу привести такой пример, что, когда я поступила на первый курс в институт, мне предложили заняться спортом на инвалидной коляске, что, к сожалению, для меня не подходит. И поэтому я могу выделить направления, такие как watch arm ration, которые развиты для людей на инвалидной коляске. Однако таким заболеванием, скажем, как у меня, это сколиоз, вообще нет никакого внимания в данной проблеме. На следующем слайде я обозначу пути решения данных проблем, связанных с занятием спортом и людьми с инвалидностью. Это переоборудование оздоровительных комплексов. Конечно же, уже много говорилось о доступной среде. Спортивные площадки также у нас нуждаются в данном переоборудовании. Далее это развитие адаптивной физической культуры на основании федерального закона о физической культуре и спорте. Это статья 31, которая, к сожалению, у нас не вполне работает. Вот касательно индивидуального подхода специалистов в области адаптивной физической культуры. И также разработка Департамента физической культуры и спорта совместно с Министерством здравоохранения, комплекса оздоровительных мероприятий и программы обучения специалистов в соответствии с потребностями людей, имеющих различные формы нарушения здоровья. Далее переходим к следующему слайду. Это моя любимая тема творчества. Я активно занимаюсь вокальной студией, выступаю на различных мероприятиях. И говоря о культуре и искусстве, могу сказать, что несмотря на то, что они несут на себе основополагающие для государства функцию патриотического воспитания молодежи, по-прежнему остается проблема как слабого финансирования, так и сотрудничества творческих объединений, клубов и малая раскрутка проектов, касающихся участия лиц с инвалидностью. И работа такая зачастую выполняется на голом энтузиазме педагогов-организаторов, которые не могут взять на себя все направления творчества людей с инвалидностью. Также затрагивалась тема сегодня, как Наташа Амазонина, это неподготовленность общества к людям с инвалидностью. Это также касается и творчества, когда люди просто не готовы увидеть даже на сцене людей с ограничениями с народом. Также, что касается культурных площадок, то также могу сказать, что мы по-прежнему отроганы от остального мира, и неприспособленность к культурных площадок сейчас очень распространены в молодежной среде, такие, так называемые лофты, где различные выставки, различных художников, дизайнеров, режиссеров и других представителей культуры, они являются недоступными, оказываются недоступными для людей с ограничением передвижения. Также образцы фундаментальной науки, когда мы говорим о библиотеках, также являются очень труднодоступными. Также Ленинская библиотека, так как я являюсь аспирантом для меня, является достаточно трудной. Также вот такая государственная библиотека. Однако, вот могу привести пример Российской государственной библиотеки для молодежи, которая полностью соответствует потребностям лиц с ограничениями и здоровыми. Имеет отличный фонд и творческую атмосферу. Также следует сказать, что как на уровне государства у нас формально относятся к каким-либо проектам и мероприятиям, также творчество у нас тоже достаточно низкий уровень фестивалей и стимулирование талантливой молодежи с ограничениями здоровья. Здесь я предлагаю улучшить систему грантов и стимулирование именно людей с инвалидностью и творческих проектов для того, чтобы было проще адаптироваться в среде и показать свой талант. Примером яркой и успешной работы в области культуры и искусства могу привести такой пример. Международные премии «Филантроп», где активно участвуют люди с инвалидностью и показывают прекрасные результаты. А также национальные премии «Елены Мухиной», где отмечаются хорошие результаты в спорте и также в творчестве. Так, это у нас был слайд касательно решений по творчеству. Седьмой слайд. Итак, в резюме «Изложное» я хочу сказать, что успешность в становлении и развитии деятельности в области спорта, культуры и искусства, в связи с инвалидностью, зависит от взаимодействия со средствами массовой информации. Как уже сегодня говорилось, что публикация в интернет-ресурсах, газетах, большее распространение таких фестивалей и мероприятий спорта, творчества, нужно более подробно и более доступно и широко охватывать данный материал. Так. Для того, чтобы не просто формально подходить к этому вопросу, а привлечение реального интереса у маломобильных групп населения к особой спортивной деятельности. Я, в свою очередь, призываю всех к проявлению активной гражданской позиции, занятию спортом и, конечно же, проявлять себя в области. Спасибо, Аня. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Аня, за внимание, за проделанную работу. Уважаемые коллеги, это была последняя у нас презентация, и вопросов пока не поступило. Я с Аней прощаюсь. И спасибо, Аня. Спасибо большое, Аня. Если у вас есть предложение к докладчикам, к соцдокладчикам, докладчикам, которые похожи темы, например, очень близкие, если темы, пожалуйста, пообщайтесь друг с другом индивидуально, и следующая у меня с информацией. Просьба. Если у вас есть какие-то корректировки, сделать их до пятницы. В первую очередь помните, что 70% населения – это визуалы. Те слайды, которые у вас просто текст, добавьте, пожалуйста, к ним картинки. Это очень важно. Я почему прошу в пятницу, потому что я хочу посвятить этим всем презентациям свое время выходные, переделать презентации с точки зрения инфографики, дополнить еще их картинками, дополнить с точки зрения инфографики, чтобы они еще интереснее смотрелись, ваши все замечательные презентации. И, уважаемые друзья, общее пожелание ко многим докладчикам, которые сегодня выступали. Пожалуйста, не читайте слайды. Вы будете выступать перед аудиторией, которая умеет читать. Поэтому, если у вас то, что показано на слайде, этого читать не надо. Зрители, слушатели вас прекрасно, они будут все читать самостоятельно, без вашего дублирующего варианта. Я думаю, что вариант такой, что у нас будут принимать участие, если даже будут слабовидящие, мы лучше посадим человека рядышком, который будет зачитывать этот слайд для него. Проработаем лучше этот вопрос. Почему я прошу не зачитывать слайды? Как вы видите, мы начали почти в 12 часов, и у нас сейчас уже 2 часа. То есть, мы 2 часа только слушали выступления. А нам бы хотелось, чтобы по каждой тематике там будут чиновники, представители молодежных общественных организаций. То есть, еще заложить помимо время на выступление, нам еще нужно заложить время на обсуждение. Это учитывайте момент, друзья. И если есть возможность у вас что-то сократить, то есть убрать какую-то лишнюю информацию в воду, пожалуйста, скорректируйте до пятницы. Если есть возможность и пожелание по уменьшению информации, оставьте только суть. Потом будет обсуждение, и вы можете еще добавить во время обсуждения какие-то дополнительные информации. Смотрите, часть информации вы даете в раздатку. До пятницы вы должны прислать нам итоговую презентацию с картинками раз. Итоговый, скорректированный, сокращенный текст. Почему он сокращенный? Потому что вы нам присылаете третий документ, раздаточный материал. Все то, что мы им раздадим, чтобы уменьшить время вашего говорения. Чтобы они получили на руки, и что они будут смотреть. Как я уже говорил, по доступности вузов с предложением Ани, да, у нее есть проект мобильные студенты. Она в своем выступлении сказала вскользь, а наши все слушатели, участники группного стола уже получили эту информацию. И вы тоже самое, что-то нужно просто сказать вскользь и просто оперируют тем, что у них это будет либо на слайде, либо уже в руках эта информация. Особенно, если вы говорите законопроект, пожалуйста, пришлите его нам, чтобы мы его прикрепили и в раздатку им дали законопроект, чтобы они получили этот законопроект, в руках они его держали. Хорошо? Хорошо. Вот тут пишет Ирина, что вот по трудоустройству есть информация инвалидов. Да, обязательно пришлите к пятницу всю статистику, результаты анкетирования. Это третьим документом сформировано все в один третий документ. Итак, три документа мы ждем от вас. Первый документ – это презентация уже с картинками, ваши замечательные презентации. Это сокращенный текст вашего выступления. Второй документ, также разбитый по слайдам, да, чтобы человек отдельно сидел по слайдам и перещелкивал. Третий документ – для раздатки. Что вы даете им в раздаточный материал, чтобы уменьшить время вашего выступления. Еще раз всех благодарю. Мы еще обработаем, обобщим все, высылать все Кате Выговской. Все присылаем, как и вот тут поступают вопросы, все присылать Кате Выговской. Все то же самое. Мы общие пожелания к поступающим, отдельные, индивидуальные пожелания к каждому обобщим в течение дня сегодня, либо ВКонтакте каждому сообщим, либо в общем чате доклады и выступления. Еще раз прошу прощения за то, что мы позже начали назначимого времени. К сожалению, мы не могли предвидеть, что будут сбои у серваков. Я благодарю всех, кто нас сегодня слушал, а это было от 15 до 20 человек где-то, да, сегодня было подключено. Поэтому я благодарю всех, кто проделал огромную работу в подготовке нашего круглого стола. Была очень интересная сегодня у нас подготовительная сессия. Всем большое спасибо. Работа продолжается. Дедлайн пятница. И я напоминаю, 17 ноября в 11.00 мы уже начинаем. Поэтому я прошу, чтобы вы приехали все максимум к пол-одиннадцатому туда, в общественную палату города Москвы. Как добраться, мы еще вам скажем. Мы будем вам встречать. Кто приедет на машине, присылайте полностью фамилии, имя, отчество полностью, модель машины полностью и номер машины полностью с названием региона. Все эти данные вы присылаете Кате Выговской. Это важная работа, которая организационная, но важно нам проделать. Вот. По последнему пункту я хотел еще добавить к Ане. Нужен нам блок неформальный отдых. То есть неформальный, то есть тусовочный такой отдых. Нам, вот мне, по крайней мере, не хватило. Библиотеки, культурные объекты, театры, всевозможные вот эти зоны, флакон, фабрика. Это все хорошо. А те зоны, которые тусуются, неформальные, то есть общение, то есть вот эта неформальная среда, а именно ночные клубы, чтобы тоже отразились. Потому что я знаю, что проблема посещения молодежи с инвалидностью очень остра, посещение ночных клубов. И вот мы вышли с инициативой. 26 декабря мы всех приглашаем в ночной клуб, клуб-бар «Сухой закон». Перспектива. Наш отдел организовывает там вечеринку. Welcome. На этом я умолкаю. Всех благодарю. Всем большое спасибо. Прошу прощения, если я был в чем-то не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова